Сегодня 14 апреля. Как известно, середина апреля в Техасе – время максимального расцвета цветов блубонетов. А где в окрестностях Далласа самые большие и богатые блубонетами поля? Это, конечно, Энис. Вот туда мы сейчас и едем. Энис находится в 50 милях от нашего дома на юг от даунтауна Далласа. Сегодня хорошая погода, хотя утро достаточно прохладное. Изо дня в день синоптики прогнозируют дождь. Вот и сегодня, после полудня, ожидается облачная погода. Поэтому надо успеть проехать по цветочным полям до ухудшения погоды. Первые полторы мили мы едем по территории своей деревни, мимо озер, фонтанов и гольфовых полей, по дороге, которая по своим качествам никак не вяжется с теми красотами, которые находятся вокруг нас. Как раз в ближайшие дни у нас в очередной раз собираются ремонтировать дорогу. Такой ремонт происходит примерно один раз в два года, но дорога быстро покрывается трещинами и приходит негодность. Возможно, что это происходит от близкого расположения озера Рейхаббард. Так что через несколько дней мы опять будем ездить по новой и ровной дороге. Из-за строительных работ на 30-м хайвее не удалось своевременно выйти на хайвей номер 635. Теперь придется ехать через Даунтаун Далласа. Это немного дальше, но не повод, чтобы возвращаться. Тем более, что машин на хайвее сейчас не так уж и много. После проезда Даунтауна выходим на хайвей номер 45 и по нему уже доедем до самого Эниса. Незадолго до этой поездки мы посмотрели на ютюбе видео Репкиных знакомых по Фейсбуку Александра и Юрины, которые побывали в Энисе несколько дней назад и показали самые красивые места. Они же и подсказали новый маршрут, по которому мы раньше не ездили. Вот сейчас и проедем по их маршруту и оценим рекомендацию. На всякий случай для памяти напоминаю самому себе, что выходить с 45 хайвея надо на выходе номер 259. Это еще не Энис, а городок Палмер. Но если сделать полный оборот по цветочным полям и выйти опять на хайвей номер 45, то как раз окажешься около Эниса. Довольно скоро стало понятно, что совет Ирины и Александра оказался дельным. Вдоль дороги было много блубонетов и других полевых цветов. Вот только не везде можно было остановиться для фотографирования. Дорога имеет только по одной линии в том и обратном направлении, а поставить машину на обочину затруднительно из-за большого уклона. По этой причине мы проехали несколько богатых цветами мест без остановки, в надежде на то, что более подходящие для парковки машины места все-таки повстречаются на нашем пути. Субтитры создавал DimaTorzok Очередная попытка остановиться на обочине дороги не удалась. Лучше проехать еще немного и остановиться на безопасной площадке, которая уже видна впереди. КОНЕЦ Вот здесь, у въезда на чье-то ранчо, можно оставить машину и отправиться пешком назад, где мы только что видели, пасущихся среди блубонетов буренок в окружении стаи белых цапель. КОНЕЦ 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 Пока мы рассматривали стадо потенциальных стейков, на площадку рядом с нашей машиной приехала еще одна. В машине оказался такой же любитель блубонетов и природы, как и мы. Он долго доставал свои многочисленные фотоаппараты и складывал их на крышу своей машины. Что было дальше, мы уже не увидели. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок А вот еще одна удобная площадка для машины. Здесь места хватит 7. Пока мы поставим машину прямо у въезда в ранчо. Пофотографируем блубонеты, которые растут с этой стороны дороги. А потом же перейдем на другую сторону, где их еще больше. Через несколько минут решено было переставить машину на другое свободное место, которое я поначалу не заметил. Мы собираемся идти на дальнюю цветочную делянку, на что потребуется много времени. Поэтому надолго оставлять машину на частной территории без разрешения хозяев было бы невежливо. Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Одной из последних наших остановок стала остановка около уже знакомого нам ранчо. На этом ранчо мы увидели весь сельскохозяйственный набор животных крупного рогатого и безрогого происхождения. Здесь и длиннорогие быки лонгхорны, и лошади огромного размера, и жеребята. На этот раз, к сожалению, не было осликов, которых мы в предыдущие приезды кормили овсом. Ну а теперь мы переезжаем на новое место. Эта ранчо расположена в самом живописном месте и имеет огромную территорию. Мы всегда останавливаемся здесь, чтобы полюбоваться настоящей природной красотой. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА